Кто будет отвечать за строительство в нашем регионе, сейчас решается вопрос о возврате градостроительных полномочий от областной власти муниципалитетом. Инициативу вынесли на обсуждение депутаты законодательного собрания. Как возникла эта идея, какие проблемы есть в градостроительной области и что изменится после передачи полномочий на уровень города. На эти темы мы беседуем с автором законопроекта и членом рабочей группы ЗАГС Собрания области по передаче градостроительных полномочий Андреем Марининым. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что вообще такое градостроительные полномочия и как они сейчас в области разделены. Ну, если касаться конкретной ситуации, то неразграниченная земля, которая являлась полномочиями городской администрации в прошлом созыве законодательного собрания, была передана на уровень субъекта, то есть региона. То есть областная администрация распоряжалась то, кому выделять неразграниченную землю, в каких объемах, как и так далее. 131 закон в данном случае федеральный четко определяет, что данные полномочия должны осуществлять органы местного самоуправления, то есть городская администрация. Они работают на принципах единоначалия. Там один начальник, который распоряжается бюджетом, это Шохин Андрей Станиславович. И поэтому у него по априори должны быть все эти полномочия. Я сам до недавнего времени работал главой администрации города Лакинска и знаю, насколько это важная история. И знаю, что все денежные средства, которые идут от аренды земельных участков, от продажи земельных участков, идут 100% в бюджет города. Областной законопроект, который уже был принят и передал полномочия в областную администрацию, в чем его недостатки? Я понимаю, что область осуществляет данные полномочия, себе деньги, естественно, не забирает. Но она может тормозить эти процессы, а еще более, сегодня на этот счет высказывались члены рабочей группы, могут быть допущены определенные нарушения. И приведу всего один пример. Это за вечным огнем у нас, не сохраняя положенные метры от памятника, началось или выдано уже разрешение областью, дано строительство какого-то там сооружения, которое там в принципе не должно быть. И таких моментов, пока работала областная администрация с этими полномочиями, было допущено очень много. Понятно, что ошибаться могут все. Но здесь мы принципиально, у нас четыре автора законопроекта, это Бирюков, Казаков, Цыганский и Маринин, то есть я, мы вышли с этой инициативой и принципиально в двух слушаниях рабочей группы по этому вопросу дискутировали с представителями администрации, с представителями общественности. Я работал в исполнительных органах власти и понимаю, что это такое. Вы знаете, когда приезжаешь в субъект из города, которым ты управляешь, из глубокого дотационного бюджета, и просишь какие-то гроши на выполнение важных социальных задач, то мне всегда областная администрация, в том числе и проверяющие органы, которые не раз проверяли наш муниципалитет, когда я был главой администрации, они указывали на то, что Андрей Владимирович, а вы себе под ноги-то посмотрите, вон сколько земли-то, которые вы еще не продали, не отдали в аренду и так далее. Так вот я все время заостряю внимание на том, что органы местного самоправления должны стремиться к тому, и так меня учила областная администрация, стремиться к тому, чтобы каждый квадратный метр ввести в эксплуатацию, чтобы он приносил доход в местный бюджет. А местный бюджет потом формируют уже депутаты, глава администрации, муниципалитеты и расходуют их наиважные социальные проекты. Андрей Владимирович, вы уже сказали сегодня о рабочей группе, как она была сформирована, кто в нее входит, и чем вообще в рабочей группе занимаются? Рабочая группа – это, знаете, такие некие публичные слушания, понятно, какой характер они носят. И, естественно, что последнее слово будет за депутатами законодательного собрания. Она была создана по инициативе законодательного собрания, и, безусловно, туда вошли в основном депутаты законодательного собрания. Также туда были приглашены представители общественности, туда были приглашены руководители целого блока строителей от нашей области, в который входит порядка 40 тысяч человек. Там были представители администрации, представители прокуратуры и еще каких-то бизнес-структур. Поэтому, в принципе, все, кто хотел туда, все они вошли, и многие из них имели право голоса. Андрей Владимирович, уточню еще один вопрос по поводу заседания сегодняшнего рабочей группы. Насколько легко далось решение о передаче градостроительных полномочий в муниципалитеты, и были ли какие-то споры? Сегодня были вторые слушания, он у нас в двух слушаниях проходил. И сегодня, после окончания долгой и более чем двухчасовой дискуссии, было большинством голосов принято решение все-таки поддержать наш законопроект и вынести его на обсуждение депутатов. Я уверенно надеюсь на то, что он все-таки будет принят, и скорым образом полномочия вернутся там, где они должны быть, для того, чтобы городская администрация смогла заняться этими вопросами опять в полной мере. Я точно знаю, и представители городской администрации, которые сегодня также присутствовали на рабочей группе и выступали в поддержку того, чтобы им вернулись полномочия, говорили уже о том, что целый ряд субъектов Российской Федерации, который когда-то пошел по пути с опора данных полномочий на уровень области, сейчас возвращают их. А это такие большие субъекты, как Свердловская область, Самарская, целый ряд этих субъектов, они сейчас обратно возвращают. А некоторые, которые хотели забрать эти полномочия на уровень субъекта, не пошли по этому пути, смотря практику других регионов. Так что это тоже очень важный момент, и надо его учитывать. Городскому совету народных депутатов города Владимира главный носитель власти в нашей стране, а это жители наши, а в данном случае жители города Владимира, доверили, делегировали свои полномочия власти депутатам. Депутаты приняли эти полномочия как раз-таки с вопросами градостроительной, в том числе деятельности. И с них будет спрос, не с областной администрации. Поэтому очень важно, чтобы депутаты на сегодняшний день и представительная и исполнительная власть тоже понимали свою ответственность. Они это понимают, они хотят, конечно, чтобы эти полномочия вернулись. И важно, чтобы это еще и понимала областная администрация. Спрос-то будет с них. Потому что им доверили жители ведение данных дел. Спасибо, Андрей Владимирович. А я напомню, мы беседовали с автором законопроекта о передаче градостроительных полномочий муниципалитетам и членам рабочей группы ЗАГСобрания по этой теме Андреем Марининым. Продолжение следует...